Я очень хочу приобрести в Нью-Йорке рояль. Яичницу какую, в смяточку или вкрутую? Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Дед был патриархом всей Грузии. О любви, о боли, о крови, о войне и в конце опять о любви. Феноменальный спектакль. Ой, Тать, ты любовница любви. Я профессиональный художник, это академическое знание. Говори обо мне. Авторская программа Юли и Надя Генюш. Есть. Доброго-доброго утра. У нас сейчас здесь продолжается наше такое субботнее утро на Руисе и радио. Ну, конечно, оно сегодня особо праздничное, потому что гость у нас особый. Кофе у нас утренний. Как обычно, вы знаете, мы пьем, ну, наверное, с особым каким-то таким атмосферным явлением, которое располагает к каким-то утренним беседам. Ну, за доброе утро. Доброе утро. Спасибо за кофе, за чудесный бизет. Да, вот как наш студентный кофе. Да, 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 за чудесные вкуснятины такие, да. Нам сегодня не повезло, потому что из утренних звездочек, удивительная звездочка София Ирби приготовила маленькие вкусняшки, поэтому мы тут с кофе снуться и как раз и балуемся. А вообще субботнее утро, они какие? Вот для артиста субботнее утро, 10 утра, это же как-то, в общем. Ну, несмотря на то, что вот суббота, вообще я субботу люблю, воскресенье меньше, субботу больше люблю. Но обычно у меня суббота-воскресенье из-за того, что я актриса, никогда не бывает. То есть у меня порой всегда всю жизнь суббота-воскресенье рабочие дни были, потому что концерты обычно бывают в субботу-воскресенье, а другие дни больше, больше отдыха, и больше. Но сама энергетика, конечно, она такая более отдыхающая. Да, ну, понятно, выходной. Просто если концерты тут можно заканчиваться, а если в 10 утра уже нужно быть в студии, да еще и в такой форме, то, значит, это что, дисциплина или это движение души? Это дисциплина и желание всегда быть профессионалом в своем деле. То есть это для меня самое большое удовольствие, моя работа. Поэтому что бы ни происходило, какая бы гулянка ни происходила, я помню давным-давно еще бывали, что меня просто приносили сплошмя в 7 утра домой, неживую абсолютно, несуществующую, уходящую в иные миры. Я через час вставала, в 8, и в 9 я уже была на студии на записи. Ого! А где же энергию-то черпать? В иных мирах? Нет, желание. Желание. Только желание. Самое главное вообще, исток энергии у нас, у людей, это желание. Вот когда есть желание от чего-то, есть энергия. А когда нету желания. То есть когда есть желание, даже человек, он автоматически аккумулирует в себе какие-то силы, чтобы идти к этому желанию. А когда желания нету, и энергии нету. Я просто сейчас вспомнила, как любовь не перестает, да? Любовь – это желание, март, весна. Поэтому, наверное, по аналогу, да? Да. То есть там, где энергия, да. Да. Нутс, а вот получается, что три города в сердце. А если возвращаться к разговору об утрах, понятно, что кофе в трех городах отличается сильно. Это Тбилиси, Москва и Нью-Йорк. Да. А утро в трех городах насколько отличаются? Как мне, Юрий, интересно с вами беседовать, потому что это прекрасно. Такие вопросы, знаешь, шикарные. Спасибо. Да, 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 да. Мы только начали, да? Да, да, только начали. Разные утра, абсолютно разные. Ну, соединяет эти утра мои тренировки. Мои такие мощные, потому что я все время делаю кунг-фу, тай-чи, фалундафа, дыхательные упражнения. Это меня все время соединяет. Но они разные. Почему разные? Конечно, и рассвет разный. Грузия, она какая-то вот космическое утро. Во-первых, когда я в Тбилиси просыпаюсь, из моего окна прямо входит Святая Троица, огромная, вот, как вот в Москве Храм Христос Спасителя, да вот такого размера церковь прямо входит в это окно. И это окно огромное, то есть вид на всю Грузию, на всю Тбилиси, на ладони. Приезжайте ко мне в гости. И вот эта церковь огромнейшей красоты прямо вот вливается в это окно, как будто, ну, просто это чудесно. Это и горы, и зелень вокруг, и этот Тбилиси вид. Потому что я живу, то есть один из моих домов, где я живу в Тбилиси, это в центре и немножко на горе. То есть это вот потрясающее просто место, и воздух там чистый. И когда ты просыпаешься, это невероятное удовольствие. В Москве Краснопрудная, дом 7-9, Красносельская, на трех вокзалах. Конечно, конечно. Да, там бывает, я люблю зимой, зимой любила просыпаться, потому что, когда снег идет, и когда хрустящее вот какое-то вот. Кстати, это вот, сейчас погода везде испортились, уже такого нету. Если снег, то грязь. А вот помню, были моменты, когда я просыпалась, и это какое-то, какое-то совершенно другое тепло. И моя Люба как стучит в дверь и говорит, ребята, мне этим ровно, что вам, яичницу какую, в смяточку или вкрутую? Я говорю, Люка, ну так, как мы любим. А Нью-Йорк, это пространство. Это, конечно, я из окна вижу, с левой стороны у меня океан и Веризана Бридж, а справа далеко-далеко виден мой любимый, любимейший Манхэттен. И это энергия, это такая другая. Вот Твилиси космос, Москва интим, а Нью-Йорк энергия. Ох, и вот в этих трех вдохновениях, которые смешались внутри, в сердце. Они меня создали практически, да. А родительский дом? Ну, родительский дом, самое главное, что я смогла сделать, это в Тбилиси я построила дом-музей моего великого скульптора-отца. Да, да. Это дом вышел трехэтажный, как Сальвадоро Дали, маленький, уютный, такой красивый. Там на первом этаже его скульптуры полностью, на втором этаже мои картины, а на третьем мастерская и спальничка такая маленькая. И там так уютно, там красиво. Там всегда, когда я приезжаю в Тбилиси, это самое любимое место, потому что я порой туда прихожу одна, бывает, закрываю двери и сижу, или рисую, или просто медитирую и отдыхаю. Как-то улетаю в какие-то другие миры, покоя и счастья. Наливайте, дорогие, утренний кофе себе в чашечку, разговор у нас будет именно такой. Причем в кофе добавьте, пожалуйста, щепотку того, чего вы действительно любите, потому что все вот на самом деле как есть. Ну и на концерт, конечно, мы же идем, да, 2 апреля вечером в Ошан-театр. Ошана-театр, да. Тот, который назывался Мастер-театр. Да, и тот, который был Миллениум когда-то. И который покорен был, когда он еще Миллениум был. Миллениум, солд-аут, это, конечно, круто для того театра. Спасибо. Много солд-аутов было. Прямо вот сразу, я бы не забуду, мне потом сказать, что опять продают концерт. Прямо вот сразу, сразу, в течение месяца. Вот это было невероятно просто. Я люблю этот зал очень. Он очень красивый. А вот та вещь, которая сейчас прозвучит у нас, она как в сердце. Она чем вдохновлена? Конечно, любовью. Конечно. Спасибо. Вот таким образом мы будем потихонечку приглашать на этот концерт. Хотя он в разножанровый абсолютно будет. И играют как раз мой любимый друг, золотой саксофон, Яков Мэйман. И гениальные музыканты с ним вместе. Вот мы вместе писали в Тодеско-студию. Это CD. Одна из песен. Роскошно, роскошно. Спасибо. А вот такое утро у нас продолжается. Пожалуйста, оставайтесь с нами и подлейте уже себе немножко кофе. Не торопитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok А мы вернулись к нашему кофе. А у нас сегодня гости мнутся. И говорим мы о чём-то, что трогает душу, что трогает сердце, потому что без этого и не поётся. Без этого «А зачем?». Ну, а ведь это же действительно так. Вы пришли в этот мир сразу в очень творческую среду, где люди делали всё искренне, потому что ни скульптуру не сделать, ни искренне, ни сыграть актрисой нельзя, ни сердцем. Мама актриса, папа скульптор, вы пишете картины, вы в музыке. А что ещё дальше с корнями? Что бабушка, дедушка? Ну, во-первых, с корнями это очень интересно, потому что если вообще в далёкие-вдалёкие дебри взойти, совсем-совсем пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дед со стороны моей матери, он был патриархом всей Грузии. Да. Ну, или второй, это Бхаладзе. Оксанты Бхаладзе, который был патриархом всей Грузии. И династия. Потом мой прапрапрадед тоже был батюшкой. У него была огромная своя церковь. И его, кстати, в 1937 году расстреляли. То есть, да. Ну, были же времена тяжелые, да. И ужасные. Вот. И, в принципе, мои деды со стороны матери. То есть, у моей бабушки, о них было шестеро. И вдвое один шикарный живописец, второй артист известнейший. Это со стороны бабушки моей. Со стороны моей матери. Вообще, ее отец тоже талантливейший. Деятель Грузии. Загули Маглакелидзе. Который еще заброшил уникальный препарат Камелин, если вы слышали. Называется это на меду, который просто лечит четвертую стадию рака. Это мед. Который приходит только на одной горе в Грузии. Содержит сто минералов. То есть, моя тетя, как говорит, которая все это изобрела, потом она восстановила его структуру. Даже если возьмут кто-то себе эту структуру, то есть, украдут, например, все равно у них Камелин не выйдет. Потому что это только единственный этот мед, который содержит вот эти сто минералов уникального вещества, лечащего, да. Если кто-то не доверял науке эпигенетика, то вот сейчас слышу о том, что хвалит нутца. Здесь все абсолютно, да. Вот интересно, я думаю, что если мы попадем, а мы попадем на концерт 2 апреля в театр здесь, в Бруклине, мы обязательно соприкоснемся со всем тем потоком, который вы в себе нечего тебя. Надеюсь, да, надеюсь, я очень постараюсь. Получается, что города родные, три города, а языков как родных получается 4, потому что жизнь Эдит Пиаф, прожитая на сцене, на французском языке, дала еще один французский язык. То есть, Тбилиси, это грузинский язык, там, где родилась, Москва, там, где многое было и многое оформлялось в творческой жизни, Я состоялась в Москве, да. И Нью-Йорк, который и сына подарил. Нью-Йорк, я родилась в Грузии, Грузия мне дала кровь, Москва меня сделала, а Нью-Йорк мне подарил все. Все, что сделала я там, я принесла сюда и получила полностью, то есть, продукт состоялся здесь полностью, концертами, с семьей, с ребенком, с мужем, со всеми делами. Вот так вот это все. Но языки четвертые, вот, к сожалению, я из всех языков, то есть, по-моему, чище, как на французском языке, Анна Яковлевна Тоборовская, которая гениальнейший педагог, она меня просто выточила, вот, просто отчеканила каждое слово французское, когда со мной работала. Я идеально пою на французском языке, но говорить не знаю, не умею говорить. Серьезно? Да, 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 потому что я, как бы, петь одно, но говорить, это нужно учить, это нужно практику иметь, и все, пятое, десятое, но пою я абсолютно на чистейшем, правильном французском языке. И, конечно, французский язык, я считаю, что это один из королей языков, потому что не зря говорят, что если ты знаешь французский язык, у тебя открываются двери ко всем другим языкам. Ничего себе. Ну, так получается, что когда подошла пора, когда вы по-человечески выносили идею Эдит Пиаф и вошли в ее, ну, я могу сказать, да, шкуру. Да, конечно. Да, потому что без этого невозможно, да, вот с той самой силой, искренностью. Я среди общения сейчас, да, то есть понятно, что там, где вы родились, там в этой творческой среде, понятно, что дом был открыт для всех тех творческих людей. А тут в Москве, получается, театр Виктюка. Да. Да, и как там? В Москве чудесно произошло, то есть мы на в московской сцене сыграли три абсолютно разных национальности. Я грузинка, цыган Николай Добрынин, Фархад Махмудов таджик и великий украинский режиссер Роман Виктюк. Поставил, действие величайшей любви, посвященный великой француженке Эдит Пиаф. Этот спектакль, величайший спектакль, он будет, у него нету времени, потому что это спектакль о любви, о боли, о крови, о войне и в конце опять о любви. феноменальный спектакль. И я вот сейчас умудрилась, после того, что ну практически Роман Григорьевич ушел год назад из жизни, это ну большая потеря театральная, просто огромная, великий просто режиссер, его уже нету, и все это собрать и сыграть, привести декорации артистов, это сегодня невозможно. Это нереально. Все это. Потому что артисты в Москве, это нереально. А вот я как-то очень хотела соприкоснуться опять к этому спектаклю, к этой душе, к этой любви. И я начинаю концерт свой после вступления в видеоряда и рояльных пару композиций, я перехожу на монологи спектакль и песни Эдит Пиаф. И я кусочек буду показывать из этого спектакля просто от всего сердца и от всей любви зрителям. Она осталась. Да. Она осталась. А что с музыкальными моментами? Ведь как в Грузии, в Тубилиси, так и там, в Москве, так и здесь всегда рядом потрясающие музыканты. Я слышала о... не слышала, соприкасалась с сотворчеством с Иваном Формаковским, которое случилось в Москве. Можно побольше у музыкантов, которые в этот раз на сцене будут 2 апреля. И в Грузии, как это все начиналось, с какими музыкантами? Ну, что касается джазовых композиций, ну, я в Москве давно-давно как начинала и пела в кабаке в маленьком у Давида, где потом приходили люди слушать меня. Конечно. И просто я раскрутила это маленькое заведение невероятно просто. И со мной работал совершенно феноменальный пианист Антон Боронин. Джазовый, с которым мы потом спели мою песню нашумевшую, которая стала моей визитной карточкой. И я тоже это буду петь на концерте. Это посвящение Клавдии Ивановны Шульженко «Руки». Роман с «Руки», который поставлен пластическими движениями. Это очень вам понравится. Очень. Когда придете на концерте. Одна из любимых. Потом с Ваней Фармаковским Ваня сделала мне аранжировки. Те, которые вы будете слушать. Серьезно? Да, да. Он, конечно, безумно талантливый человек. И гениальный пианист. И глазами светит. Да. Да, красавчик. Красавчик. Особое состояние души человека, когда он светит глазами. Да. А здесь уже, конечно, мой музыкальный продюсер Яков Мэйман, мой друг, наш друг Симуром. Мы его обожаем. Просто всю семью будет играть, конечно, Яков саксофон, блистательный Яша. Его жена... Саша. Саша. Мгилевич. Ну, да. Она драма. Просто когда она со мной рядом, мне становится хорошо. Гиль Эксель, трампет, талантливейший музыкант. Олег Осеньков. Бас и... Да, да, да. Да, да, да. Ну, совершенно феноменальный пианист Руслана Габабаев. Да. Легендарный гитарист, который впервые будет выступать. И потому что он впервые сейчас в Нью-Йорке. Это... Который играл с Александром Басилай и строил первые его структуры музыкальных композиций. Гитарист Гия Пейкришвили. Молодая, очень талантливая скрипачка Солома Ломидзе. И, конечно, не сказать нельзя. Это восемь номинаций Грэмми сам Баби Санабрия. Вот это состав. Вот это состав. И это все будет 2 апреля. Да. И также я буду такой... Подарок подарю зрителю. Во-первых, будет выступать у меня в концерте очень талантливый грузин. Молодой мальчик, который компаньон, бизнес-партнер мой по... Ну, царт компани, где мы представляем мои картины оживленные. Сейчас мы очень серьезно. Оживленные, да, в костюмах. А он сам выиграл на Украине в Войсе. Первое место взял. Очень талантливый. Он композитор, он певец, он интертейментом занимается. Ему 16 лет всего лишь. И вот это все уже в 16 лет. Да, все уже в 16 лет. И он будет представлять из своего нового альбома, новую песню. Александр Зазарашвили. И, конечно же, сюрприз будет. Это кусочек танца романа Виктюка и спектакля, который мы станцуем с Мано Микадзе. Это Ирина Дэнс Академи. То есть вот такие сюрпризные моменты будут. И, конечно же, Йоджи Ямамото костюмы, которые в минимализме решены в максимальной эротике. Вау! Так что это будет интересное шоу. Ну да. А как долго это вынашивалось? И это для одного шоу? Или это переносится конструкторам в разные города, в туры? Нет, ну если мы сейчас построим поездки в разные города, конечно, это переносится все. Это все поедет. Это первое шоу после долгого шоу? Да, да. Я всегда, если делаю первое, всегда в Нью-Йорке делаю первое. Кто придумал? Где идея? Кто взял? Откуда? Давным-давно, после спектакля Эдит Пиаф, когда у нас был феерический аншлаг и аплодисменты, шквал. Это было, кстати, происходило в Киеве после спектакля на Майданной залежности. После спектакля Рома смотрит на меня и говорит, ой, Тотя, ты любовница любви. А Тимур, конечно, как профессиональный продюсер, говорит, все, называем концерт следующий, любовница любви. И Роман Григорьевич, вы будете ставить? Он говорит, так, конечно. И у нас произошло, потом вы стоите, и вот первые вот эти шаги этого концерта, интерпретации, которые произошли давным-давно, в 2002 году, это было вот тогда, когда вот произошло это название, и уже приурочено было к этому название вот это шоу «Любовица любви». И вот этот как раз «Любовица любви» здесь собрало, вот собрало вот эти совершенно феноменальные ошлаги. Потом оно трансформировалось, оно переделывалось, оно в театральной форме меняло лицо, костюмы, музыку, музыканты, песни, все-все-все. А сегодня у нас абсолютно новое шоу, которое называется «Нью Эра». «Нью Эра». Потому что я верю, что мы... «Нуса-тью Эра». «Нуса-тью Эра». Переходим в новую эру. Да, болезненно. Но мы переходим, я очень надеюсь, светлое будущее и поединую любовь. И то, что мы на сцене будем абсолютно разных национальностей музыканты играть вместе, и это будет происходить во имя любви, это, конечно... Ой, знаете, говорят же, не дай бог тебе жить во время перемен, да? Вот она, эпоха перемен идет, она, по-моему, просто не прекращается. Перемены и перемены. И вот, кстати, да, я извиняюсь, как раз вот это «До Нью Эра» во имя любви, я сказала. Вот 2019 году у меня был концерт с Маргаритой Каган, и назывался он тоже «Миленниум» во имя мира и любви. А в 2017 или 2018 году меня представила моя любимая, дорогая Диана Багратиони, наша царица. Ой, привет, огромная Диана. Да, да, да. С большим уважением всегда. Да, тоже. Мы работали в болгарском консульстве для survival, для cancer survival детей. И опять это было приурочено многонациональная, разносторонняя история в единую точку, соединяющая в любовь. Вот это всё время литматитом у меня проходит в искусстве, да. Любовь. Прежде чем мы заговорим об артропространстве, да, ну, за арт, я знаю историю, которая, ну, как, да, понятно, что эпигенетикой, эпигенетикой, а предсказание, которое случилось, по-моему, в 9 лет, когда цыганку встретилась, так переводится как-нибудь, да, во-первых, эту историю нужно сейчас рассказать, а потом переводится ли как-то имя Нутца? Ну, просто вот встретилась на улице, она говорит, как тебя зовут Нутца, она руку мою взяла, говорит, оставь себе это имя, тебе эту удачу принесёт. Вот, и оно так и рассветилось. Да, 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 а имя само, нет, ничего. И откуда оно досталось тогда, от бабушек, откуда это же? Да, от бабушек, конечно, но вообще в паспорте я Нина написано, Нино, Нино, да, Нино, да, а бабушку мою звали от отцовской стороны Нутца, и вот так вот как-то осталось, Ненутца. Да, да, очень так уже, если говорить о Нутца-арт, то это получается уже именно рицательное. Когда начался этот проект Нутца-арт? Да. Нутца-арт, это буквально год, как мы придумали, и есть сайт, где вот можно нутцар.шоп зайти посмотреть, там очень красивые всякие наряды, которые нарисованы моими картинами, сделаны, и они такие классные, они как-то вот, я даже пела недавно на концерте Якова Мэймана, я как приглашенный гость, и гость выступала в Минтон Джаз Клубе, Клубе, это легендарный джаз-клуб в Гарлеме, первый вообще джаз-клуб, да, такой легендарнейший, и я там одевала свое платье от Нутцарт, у меня нарисована Нина Симон, портрет, красная, и очень красиво, да, вот такие очень интересные вещи. Вопрос, существуют интуитивные ученые, существуют академические ученые, вот в данном случае Нутца-актриса, Нутца-художник, или Нутца-модельер, или вот все то, что происходит, певица Нутца, это академические знания и приобретенный опыт уже сценический, или все-таки это интуитивная штука, которая на таланте и на этой энергии, на желании идет? Ну, что касается художественного искусства, я профессиональный художник, это академическое знание, закончила художественную академию в Тбилиси, у меня есть диплом, у меня было много выставок. Что касается музыки, вот когда я играю на рояле, я явно знаю, что я в другой жизни играла, потому что у меня бывает свобода в руках такая, которая, это, можно сказать, вот эта интуитивная линия, это линия души, которую мы знания приносим с собой. То есть пение тоже связанное с речью, потому что я всегда считаю, что если человек правильно умеет говорить и при наличии этого разговора имеет голос, у него есть шанс стать классным вокалистом, потому что это очень важно. И это тоже речь с голосом, наверное, тоже интуитивная, не наверное, это интуитивная линия, такая более пришедшая со мной вместе. В НУЦАРТ не планируется лечебный центр, потому как очень многие люди, которые умеют говорить, очень хотят петь с такими идеями. Я так понимаю, что там как раз развивать это самое оно. Не будет НУЦА учителем? Вот в чем дело. Я не люблю обманывать людей. Упс. Да. Я очень честный человек. Мы это уже очень хорошо поняли, можно было бы не заявлять. Я очень честный человек, потому что я в первую очередь честна с самим собой. Врать людям, если будут ко мне приводить, говорят, а ты сделаешь из нее свисту? Да, конечно, она будет петь, она будет, это все. Не обязательно учиться, чтобы быть великим исполнителем. Это или дано от Бога, или не дано. Но выучиться пению просто, конечно, это, это как на шпагат садиться, но это мне неинтересно. Мне лень вот сидеть и просто обучать. Но я придумала ход такой, что я все-таки открою НУЦАРТ, школу, где будет не просто обучение, а просто я буду стараться вести мастер-классы и лекции те, которые людям помогут одаренным и неодаренным находить себя в музыке. Создать развивающую среду, соответствующую особому уровню, чтобы воспринимать эту жизнь и изменить свою реальность. Это самое, на сегодняшний день это очень актуально. Это нужно всем. И это будет правда. Это я не буду врать никому, что вот у тебя нету голоса, а я из тебя сделаю вторую Эдит-Пиаф ради того, чтобы я заработала. Нет. Творческая развивающая среда. Это самое важное на сегодняшний день. Нам это очень нужно. Ну и среда общения с НУЦей. Вы знаете, говоря, что круг общения и количество друзей, количество как-то сложно, не надо их измерять, определяются широтой души и теплом сердца. Вот я представляю, что там будет, и, конечно же, очень хочется сразу прикоснуться с этим арт-пространством. Я надеюсь, потому что я обожаю быть в удовольствии. Я живу ради удовольствия. А потом, когда человек радуется... Когда человек живет ради того, чтобы получать удовольствие, он автоматически это удовольствие отдает другим. На вопрос, а зачем? Ответ. Смотри, как красиво. Я получила удовольствие. Абсолютно. Еще один вопрос, прежде чем здесь что-то прозвучит. Естественно, если это пение и игра на рояле, музыцирование, то понятно, что во всех трех домах, городах есть рояли. Они одинаковые, есть какие-то предпочтения. Как приятно прикасаться к роялю в Тбилиси и сказать как старому другу «Здравствуй» или, приехав сюда, прикоснуться к роялю в Нью-Йорке, услышав отзвук старой другу. Самые лучшие инструменты у меня в Тбилиси. Да. А что там? Беккер. Конечно. Да. И тоже шикарнейшая пианино, которая в другом. Это в музее, а второе пианино это в доме. Это где вот, я сказала, что как церковь заходит прямо вокруг. Да, да, да. А в этом, в Нью-Йорке, в Москве обыкновенные эти... Петров. Да. Серьезно, попала? Нет. Алесис здесь, а там Ямаха. Ага. Ну, красиво. Да. Но все равно с живым звуком. И я очень хочу приобрести в Нью-Йорке рояль. Маленький кабинетный рояль. Пусть даже будем как бы как-то перепрыгивать его, потому что в Ливинге есть место, но не настолько, чтобы огромный концертный рояль поставить, но я очень люблю и для меня жизнь. Красота. Это совершенно другое звучание, это удовольствие. Очень хочется, конечно, так как Шульженко уже сейчас прозвучала в воздухе, хотя бы чуть-чуть, буквально немножко, руки, чтобы прозвучали потом. Что-то чуть-чуть на грузинском языке. Хорошо? Нет, я не глаза твои, я вспомню в час разлуки и голос твой услышу в тишине. Я вспомню ласковые, трепетные руки, и я тебя не напомню, нет мне руки. Вы словно двевайшие птицы, как вы летали и обвивали все вокруг. Руки, как вы легко могли проститься, и все печали мне дали вновь. Ну, вот это да. Люблю я эту песню очень. Шульженко. Да. Величайшая артистка. Ходилеса. Углинка. Угол��. Уголи. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Юлика! Субтитры создавал DimaTorzok Да, рабочее состояние такое скромное, тихо готовится к предвкушению, к встрече с любимым зрителем. Глуп спрашиваете, на какой из 14 языков, 12, простите, языков, на которые вы поете, какие песни, какие-то самые? Да, ну, самое, конечно, я буду петь на родном, на грузинском, на французском, на русском, да. А дома на каком языке я разговариваю? Я добилась, я счастлива, что он говорит на грузинском, читает, пишет, он говорит по-русски, читает, пишет, ну, английский его родной язык, как бы, английский его родной язык. А в Нуцарт будут классы на грузинском языке о музыке, о живописи? Я очень хочу подвести мою мать, которая профессор, доцент, доктор наук, профессионал грузинской речи, которая преподает так, как у нее есть, вот, принести камень. Ну, камень говорит по-грузински, хорошо причем, да, я не говорю уже про живого человека, я очень хочу инвал сделать ее, затянуть ее в это дело, чтобы она давала мастер-классы речи своей. Ну, посмотрим. Вот это да. Да. Ну, да. Жду в программе с мамой и сыном. Да. Обещаю говорить на... Китайском. И грузинском. Пусть получится. Нотсарт. Шап. Да. Так, есть. Значит, Нотсарт. Датшап, если вы еще не знали об этом. Ну, и дальше Ошиана Театр Даткам и Ивенткартель Даткам. Это концерт в Ошиана Театре 2 апреля. Апреля, да. Ну, и, конечно же, вот, самый-самый какой-то такой сейчас подарок от Нуцы, чтобы прозвучал в эфире. Вот прям вот приходите, там будет... Что? Приходите, друзья. I wanna wake up in the city that never sleep. Вау! Да. А я не сказала, что на английском пою. Но придется. Сказала. Приходите, будем вместе гулять, отдыхать, получать удовольствие, потому что это не академический стандартный сухой концерт, общение будет море. И мы будем едины с вами, со зрителями. И пусть круг ваших друзей, дорогие, увеличится, потому что душа у вас еще вырастет, а сердце еще потеплеет. А ведь именно этим меряется. То вот посмотрите на нее. У нее это так, у нее сбылось. Спасибо вам. Ну, до встречи 2 апреля. Спасибо. До встречи, дорогая. С вами тоже до скорого, дорогие. Послушайте нас и обязательно приходите 2-го Ушана театр. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.